Сегодня заявленная тема проповеди была «Земные мысли и небесные решения». И об этом как раз хочу поговорить, в связи с тем, что я сейчас задал вопрос, мы с вами так живенько пообсуждали, что происходит в мире. Хотелось бы, чтобы мы задумались над такими двумя вещами. Первое – это какие мы с вами принимаем решения. То есть мы склонны в любом случае, если мы ответственные люди, то есть безответственные люди решения не принимают, знаете, да? Они принимают решения и не принимать решения. А мы все-таки люди ответственные, мы люди серьезные, мы люди осознанные, и мы принимаем с вами решения. Какие решения мы принимаем? Первый вопрос. А второй вопрос – на каком основании мы принимаем эти решения? То есть что подталкивает нас к принятию тех или иных решений или подталкивает нас к тому, чтобы не принимать решения? Потому что, что я сейчас говорю, есть люди, которые решения не принимают. Тоже решение, да, но это безответственное решение. И когда мы с вами говорим о принятии решений, мы всегда, ну, по крайней мере, еще раз говорю, если мы с вами люди осознанные, мы понимаем, о чем идет речь, мы знаем, что любое решение, оно, это здесь? Или не здесь? Нет? Оно принимается на основе каких-то мыслей, тех или других, которые возникают в нашей голове, и, соответственно, когда эти мысли к нам приходят, мы их обрабатываем, потом принимаем какое-то решение и воплощаем это решение в жизнь, то есть в произвольные какие-то действия. И вот какие решения мы с вами, как верующие люди, должны все-таки принимать, земные или небесные? Если небесные, то почему? Если земные, то тоже почему? Если мы с вами осознаем, что мы принимаем все-таки земные решения, почему мы принимаем земные решения? Если мы принимаем невестные решения, я вас поздравляю, вы уже в рай. Но пока вы все сидите здесь, все наши решения пока еще земли. Об этом давайте поговорим. Давайте откроем с вами несколько мест писания. Первое место писания это Псалом 93, 11 стих. Написано, Господь знает мысли человеческие, что они все суетны. То есть, Бог через псалмопевца говорит нам, что все наши мысли суетны. Что такое суета? Давайте посмотрим. Кто может мне сказать, что такое суета? Пустые дела повседневные. В том числе, да. Но к чему это относится? Под спешность, беспокойство. Тоже оттуда же, да. Но вот, вы знаете, на иврите, где больше всего встречается слово суета? В какой книге? В какой книге? В какой книге больше всего встречается слово суета? Соломоновское, что-то. Что-то соломоновское. Да, что конкретно? Что же Соломоновское? А конкретно книга Экклезиаст. Это самая депрессивная книга Библии. Она как раз находится посередине там где-то. И там больше всего встречается слово суета. Так вот, суета это все, что отвлекает нас от Бога. И на иврите это звучит как гавел. Гавел Абалин. И вот скольп это суета. Разочарование это суета. Бессмысленное передвижение с места на место это суета. Бессмысленные мысли это суета. Это все, что замещает нам осознание того, что мы дети Божьи. И заставляет нас вот каким-то образом приспосабливаться к этому миру. У Исаии написано, 55 глава, 8-9 стих. Мои мысли и мне ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей. И мысли мои выше мыслей ваших. То есть Бог конкретно разделяет между мыслями человеческими и мыслями божественными. Но мы знаем также из послания святого апостола Якова, который говорит, все хорошее нисходит от Отца Света. То есть включая и мысли. То есть получается, что на самом деле Бог сеет в наши мозги мысли хорошие. Но при этом он пишет, что мои мысли все-таки не ваши мысли. И Бог знает, что все мысли у человека суетны. Что, собственно говоря, может быть где-то и нехорошо. А может быть вообще нехорошо. Но с другой стороны, мы с вами в этом говорили на домашней группе, что мы все все равно живем в мире. Или в миру. Как вы больше это любите воспринимать? С каким ударением? Или с каким написанием? Но тем не менее, мы все так или иначе соприкасаемся с этим миром. И вот сейчас мы как раз с вами читаем книгу Левит. И там очень много говорится об очищении, о сохранении себя в святости и так далее. И священникам, которые в данный момент находятся на богослужении, то есть Куаним, даже запрещено покидать скидку собрания, чтобы они не осквернились от этого мира. И получается, что как нам быть? Мы царственное священство, да? Как нам быть? Мы все находимся в постоянном богослужении, с одной стороны. А с другой стороны, мы постоянно находимся в миру. Вот каждый из нас так или иначе сегодня соприкасался с миром. Есть те, кто не соприкасались? Все соприкасались? До вечера будете нечистыми. Это плохие новости. Хорошие новости, что уже вечером мы уже чистые. Но на самом деле мы все соприкасаемся с миром. Мы слышим мирское, мы видим мирское, мы смотрим новости, смотрим интернет, слушаем все, что там говорят. Тут и там проскакивают всякие сковрезные жуточки и так далее. И мы таким образом оскверняем свои мысли. То есть все, что мы видим и слышим, рождает в нашей голове какие-то мысли. И они суетны, они бессмысленны, у них нет последствий. Они просто отвлекают нас от Бога. Бог создал наши мозги таким образом, что наш, вот этот вот самый совершенный в мире компьютер, который у нас располагается между правым и левым ухом, он способен воспроизводить одну операцию в одну единицу времени. Осознанную имеется в виду. То есть нет, вы можете вести машину и разговаривать в этот момент, потому что ведете машину вы подсознательно, а разговариваете осознанно. Вы не можете сделать наоборот. Вы не можете подсознательно разговаривать и осознанно вести машину. Кто пытался осознанно вести машину? Есть такие? Ну когда люди первые уроки берут по вождению, они ведут машину осознанно. Поэтому у них постоянно педали путаются, поэтому у водителя, у учителя есть еще педаль на всякий случай. Потому что он же неосознанно ведет машину, а мы-то осознанно. Так вот, все, что мы делаем неосознанно, мы делаем на автомате. Мы иногда грешим на автомате, иногда там всякие другие вещи допускаем, но все-таки мы стараемся, как-то себя очистить. Но разговариваем мы и мысли воспринимаем извне осознанно. И когда мы воспринимаем их осознанно, мы над ними думаем. Помните легендарный мультфильм «38 попугаев»? Там был удав, которого спросили, что он делает. Он говорит, у меня есть мысль, я ее думаю. Вот человек, у него, когда появляется в голове мысль, он начинает ее думать. И она у него же там не рождается в голове, она туда приходит. Это на всех языках звучит одинаково, мы с вами уже неоднократно говорили. «Мне пришла в голову мысль», «Мне пришла в голову идея» или «Потерял мысль», «Потерял мить», «Потерял…» Ну не у всех, но есть. У некоторых чуть пониже есть другой антивирус, называется «Совесть». Если и то, и другое не работает, все. Прожженная совесть, там через прожженную дырку падают всякие скверные мысли в сердце, и человек делает всякие нехорошие вещи. Это в основном преступники. Но и у них есть возможность покаяться. Бог не хочет, чтобы кто-то из живущих на этой планете погиб, он ради всех умер, и он все-таки хочет, чтобы ничего не было потеряно. Поэтому надежда есть у всех. Но давайте вернемся к мыслям. Бог хочет, чтобы мы все-таки начинали мыслить в его категории. По крайней мере для этого, когда ему надоело, что пророков не слушают, пророков убивают, судьи не слушают, царей не слушают, вообще никого не слушают, он послал сына своего в человеческом обличии, чтобы посмотрели, ага, человек, то есть он родился, он вот страдал, там падал, там у него коленка болела, там ухо чесалось, еще что-то. Он такой же, как и мы. То есть он стал таким же, как и мы. Помните, когда евреи захотели убить Иисуса? Когда они вспомнили, что он такой же, как и они. Они потеряли сверхъестественное. Но тем не менее, Бог явился нам во плоти, стопроцентным человеком, стопроцентным Богом, только ради того, чтобы мы научились мыслить небесными категориями. Получилось у нас? У кого-то да, у кого-то нет. Сейчас будем разбирать. Давайте сначала посмотрим на самого Иисуса. Если мы читаем с вами во всех Евангелиях, то есть вы знаете, да, есть четыре книги с жизнеописанием Иисуса Христа. И одна книга, в которой описывается Иисус, уже находящийся на небесах. Это откровение. Мы сейчас говорим о жизнеописании Иисуса Христа здесь, на земле. И мы всегда, когда читаем, мы видим, что он испытывал те же чувства, те же эмоции, те же состояния, что и у любой другой человека. Особенно это в Евангелии от Луки прописано. Он, ну, ничем, как человек, от нас не отличался. Он уставал, хотел спать. Во время шторма так устал, что заснул прямо в лодке. Лодку мотает там, шторм. Апостолы кричат там вокруг. Понимаете, картина? Кричащие апостолы. А он спит, потому что устал. А еще почему он спит? Потому что его ничего не беспокоит. У него все хорошо. Он-то знает, что он в этом море не погибнет. Однозначно. Теперь, он гневался на своих учеников. Написано, что он в сердце своем гневался и говорил, доколе мне быть с вами. Он скорпел духом своим. Были разные ситуации, с которыми он сталкивался. И он проявлял человеческие мысли, или человеческие чувства и эмоции. Но смотрите, что происходило. Испытывая человеческие мысли и эмоции, он все равно принимал решения в голове. Ну, сначала не в голове, сначала в сердце. Основанные на небесных ценностях. Вот он решения все свои принимал именно от небесного сердца. Все решения, которые он принимал, шли отсюда. Не отсюда. Потому что если он принимал решения отсюда, как мы с вами это делаем, то, ну, здесь такое посеяно. Там же склады вот этого вот неотфильтрованного всего. И у него бы не получилось ничего божественного. Он принимал решения всегда вот отсюда. Поэтому он говорит, что я ничего не делаю ни в виде Отца творящего. То есть, когда мы видим его решения, которые он принимает, мы понимаем, что именно так поступает Бог. И он сюда послал своего сына, чтобы мы начали принимать такие же решения. Ну, или, по крайней мере, старались мысли теми же категориями. И вот смотрите, в критические моменты, то есть, даже когда он гневался, даже когда он страдал, а страдания его даже описать невозможно, насколько они были тяжелыми, решения, которые он принимал, прежде чем что-то произнести, кроме одной единственной фразы, одной единственной, сейчас мы о ней поговорим, он принимал все-таки от небесного сердца своего. И давайте посмотрим противоположность. По началу это противоположность, потом это самый-самый-самый. Петр, которого Петром-то никогда, в общем, и не звали. Его звали Шимон. Иисус дал ему арамейское имя Кефа, что в переводе обозначает скала или камень. И вот Петр, он воспитывался в отличие от Иисуса. Иисус Христос тоже воспитывался на земле. Но гены у него были небесные. Петр воспитывался на земле, и гены у него были какие? Земные. И он совершенно по-другому вел себя, и он привык видеть все своими земными глазами. У него же как-то очи сердца и очи разума у него видели всегда только земное. А они другого не видели. Согласны? Даже то, что Иисус Христос, Сын Божий, был открыт ему Духом Святым. Он это ни сердцем, ни умом не разглядел. И то, даже когда ему это было открыто, он все равно вел себя с ним, как будто этот человек. Так вот, он дорожил этим земным. И в том числе, чем он дорожил? Он дорожил своей жизнью. Ну, согласитесь, ему, пожалуй, 7 апостолов единственного было еще терять. Он не единственный, кто был жена. Не мог теща была, в конце концов, он мог тещу потерять. Это же вообще страшно. Тещу потерять. И он принимал решение в критический момент, исключительно основываясь на своем земном опыте, потому что он другого не знал. Он дожил до своих 18 лет, пришел Христос, призвал его в апостолы, и он другого за 18 лет ничего не видел. Ну, так или нет? Или он все-таки восходил на небеса и спускался в него? Он даже, когда увидел Христа, которого утешают Моисей и Елисей, не Елисей, простите, и облако, и все преобразилось, он проснулся, «О, класс, слушай, давай шалашики поставим, и никуда не пойдем». Ну, чё, ему хорошо. Ему там классно было. Ему по своему земному... Иисус это делает для чего? Чтоб свет миру принести еще больше. А этому было там хорошо. Но смотрите, он принимал решения на основе своих земных выводов. То есть, он понимал, что если он сейчас скажет что-то не то, он может лишиться жизни. И он трижды отрекся от Христа и сказал, «Я не знаю этого человека» в доме первосвящения. Почему? До этого он говорил, «Да я! Да за тобой! Да хоть вам!» А Иисус ему говорит, «Нет, трижды не пропает петух, а ты уже трижды отключишь». Или еще не пропает петух, а ты трижды отключешься. Так и произошло. Почему он такие решения принимал? Потому что он был плохим человеком? Вряд ли. Это бы его Иисус не избрал. Потому что он был предателен? Нет, одного предателя мы знаем. Он продался в 37. Потому что у него не хватало смелости? Не знаю. Я не думаю, что не смелый человек бы во времена римского рабовладения, как бы не рабовладения, а оккупации римские носил бы с собой меч. Не смогу, не смело. Носить оружие во времена чьей-то оккупации это смелый поступок, поверьте. И вот трижды он отрекается от Иисуса, но потом и уходит оттуда. И вот он ушел, его жизнь уже ничто не угрожает. И написано, он пришел в горницу и горько плавно. То есть, когда ему перестала угрожать опасность, он только тогда начал принимать решение небесное. Он покаялся. Мы как бы можем только предположить, что в этот момент он каялся и просил Бога о том, чтобы он его простил и так далее, но зная характер Бога и видя последующие события, которые произошли, мы видим, что там было покаяние и было прощение. То же самое было с Давидом. Смотрите, когда он нагрешил, он что делал? Он поступал разве по-небесному? Он же ведь был человеком по сердцу Божьему. Но почему-то он поступил по-земному, но потом в сердце своем раскаялся. И Бог простил. И мы это знаем. И опять же, в сердце произошла революция, он покаялся, они сидят, ждут второго пришествия Христа, потом приходит Мария, говорит, украли Господа, тело Господа нашего. Он бежит первый, спускается в гроб, тело не находит, возвращается. Ну и все. Ничего не понятно, что делать. Еще как-то... Ему опять же земная, земной опыт говорит ему, иди-ка ты в Галилею. Вот откуда пришел, туда иди. Там у тебя лодка, сети, рыба, все привычно. Ну там, как говорится, переждете тяжелые времена, а потом вернетесь в Иерусалим, примите силу, а пока туда. Так земная мудрость ему говорила. И она опять побеждает. Второй раз мы видим, как она побеждает. И он собирается и идет. А так как он был лидером, он был самым старшим из всех апостолов. Самым старшим. Он был даже старше братьев Иисуса Христа. Он идет и за ним все остальные. И вот они ловят рыбу, и у них ничего не получается. Как заставить в данный момент человека вспомнить о том, кто он и кто за ним пришел? Бог возвращает ту же самую ситуацию, которая была при призвании Петра, на тот момент, когда было его второе прощение. Опять нету рыбы, опять на берегу стоит человек и говорит по другую сторону закинь, и у этого дежурю. Это уже было. И он закидывает. И вытаскивает рыбу. И вдруг понимает, кто стоит на берегу. Бросает все. Посмотрите, он выловил целое состояние. Он бросает все. Написано, голый, без одежды. И плывет к берегу. И все. С этого момента его жизнь поменялась. Потому что с этого момента он начал видеть небесную славу в своей земной жизни. Потому что Иисус пришел к нему и не надо послушать. Ну что ж ты за Петр-то такой, а? Ну я ж тебе говорил, не ходи, не руби, не спорь, не отрекайся. И рыбу не ловь. Что ж ты вот устроил вот это все? Ну как с тобой еще разговаривать, а? Ну ты вообще нормальный, как с тобой. У тебя вот мозги есть? Он не так с ним начал разговаривать. Он приходит и говорит ему, ты меня любишь или нет? Он говорит, люблю, а я тебе доверяю. Но видимо, что-то Богу не хватало в этот момент. Он еще раз спрашивает, ты меня любишь? Он говорит, конечно, люблю. Я тебе доверяю. И опять что-то ему не хватало. И он в третий раз спрашивает, ты меня любишь? Петр уже, у него земное-то просыпается. Что ж такое? Что, сука, разговаривать-то можно? Ну уж третий раз. Я говорю, конечно, люблю. Я тебе доверяю. И что-то сломалось внутри. Что-то, все, с этого момента он от Бога уже не отходил никогда. Но земное продолжало в нем присутствовать. Они отходят. Помните картину эту? Ну имеется в виду не нарисованную, а картина в голове. Кто у Петра были самые-самые-самые доверенные ученики? Это самый ближний вокруг общения. Давайте по именам вспоминаем. У Иисуса, прошу прощения. У Иисуса. Иоанн. Петр. Ну и родной брат Яков. У него было два брата. Яков и Иуда. И Яков был его одним из любимых учеников. Воните, с кем он поднялся на гору проображения. Яков, Петр и Иоанн. Якова в этот момент там не было. Он, видимо, был в Назарете. У Мам. Там были Петр и Иоанн в этот момент. Но на берегу реки-то. На берегу озера. Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Помните, да? Он даже настолько был любимым, что возбежал рядом с ним. И вот, а разговор-то идет с Петровым на секундочку. А этот подросток, ну сколько ему тогда было? 13? Ну 14 лет. Иоанн. Ему любопытно, о чем там два взрослых мужчины разговаривают. Иоанн от них неаконец-то за ними следовало, написано. Они идут, Иоанн за ними. Они идут, Иоанн за ними. Петр его замечает, видимо, косым взглядом. Он уже даже не родственник. Он говорит, а с ним что? Мол, я-то ладно, буду постереветься. А с ним что? Тут говорит, вот тебе, какое дело до него? Это ж моя, он говорит, другими словами, это ж моя забота о нем позаботиться, не твоя. Ты, говорит, о себе позаботься, а по мне, так он вообще, может быть, даже и не умрет, пока не вернусь. И он так о нем заботился, что его в котле с маслом варили, а он живой оспался. Но земное опять в Петре, я-то спросил, а он что? Ты не понимаешь. Я пришел, чтобы стать личным спасителем для каждого. Не для всех, а для каждого. И мы сегодня спрашиваем, за кого умер Христос? И в какой бы церкви это ни спросили, весь залп идет. За всех? Нет. Он умер за меня. За тебя. За тебя. За тебя. Но не за всех. Он умер за каждого из нас в отдельности. И заботится о каждом из нас в отдельности. И в этом небесная суть Бога. Потому что для него не все, у него толпа его не интересует. Его интересует каждый конкретный человек. И покой это никогда покой и нет проблем. Такой покой только у покойников есть. Покой это когда есть Божье присутствие в каждом моменте нашей жизни. Вот у Иисуса в каждом моменте было присутствие Божье, потому что Он сам был Богом на 100%. И поэтому у Него был покой. Посреди бури у Него был покой. Когда Лазарь воскрешал был покой. Когда Его на крест несли у Него был покой. Вели, прошу прощения. У Него только один раз не было покоя. До казни и один раз во время. До казни Он просил Господь, Отец, если можно, пусть не нуит Меня чаще с вами. Но Он же человек, Он же понимает, что Он будет испытывать адскую боль. И Он говорит, можно минуть Меня сейчас все? Но только истина это есть воля твоя, а не моя. И написано, что настолько это было у Него беспокоило, что Ангел утешал его. Но при этом, при всем, когда Он получил какое-то откровение, внутреннее понимание того, что вот так должно быть, Он спокойно возвращается туда, где были Его ученики, говорит, ну что же вы не могли погоду расставить со мной? И тут идет толпа. А дальше все спокойно. Он стоит спокойно перед первосвященником, он стоит спокойно перед Понтием Белатом, он стоит спокойно перед тем, как на Него накладывают крест, он спокойно висит на кресте и только один раз, когда вот это вот, представляете, вы можете все, вы можете сейчас просто сойти с креста и ни одной раны не останется у вас на руках. И все говорят, всех спасал, а сам себя спасти не можешь. Если ты такой Сын Божий, сойди с креста, он это с этого поэскортирует. что здесь сейчас находятся три человека, которые смотрят на Него, и от того, как он себя приведет сейчас, будет зависеть все их будущее. Это его мать, которая страдала походу больше, чем все остальные находящиеся там. Это Мария Магдалина и Иоанн. Все остальные сбежали. И он обращается к Богу с фразой или-или, лама завахтани, что в переводе означает «Бог мой, Бог мой, почему ты принес в жертву меня?» Это от покоя такие вещи не спрашивают. Но он принял небесное решение вслух сказать фразу, которая возможна, потом просто у каждого, кто слышал ее, осталось вот здесь. Он сказал «Господи, не вмини им этого греха, ибо не ведают, что творят». Это не мог сказать человек с земными мыслями, потому что те, кто были с земными мыслями, они в этот момент кричали «Распни его», а когда распяли «Сайди с Христа». Но у него сокровища на сердце были, ценности на сердце были небесные. И он говорил о своих небесных ценностей, а не о земле. И до этого, когда мы начинаем анализировать, отматывать назад, мы вспоминаем его проповедь Иисуса. И он говорил «Не собирайте себе сокровища на земле». Потому что там, где сокровище ваше, там будут и сердца ваше. Его сокровище однозначно на небесах. Поэтому и сердце его было на небесах. И когда его с пальмами встречали в золотых ворот, и когда его та же толпа говорила «Распни его», и когда ему бримляне вбивали гвозди в руки, и когда он шел, нес избитый и израненный весь кровоточащий с ног до головы стерновым бензом на голове и нес свой крест на голгоф, его сердце оставалось небесным. Хотя он мог в этот момент сделать все легионы ангелов. Легионы ангелов явились бы и просто перевернули Иерусалю вверх вновь, и римлян бы изгнали. Все бы сделали. И огонь бы с неба но тогда все, что он делал до этого три года и работа со своими учениками и прощение Петра не имело никакого смысла. Потому что Бог изначально сказал «Мои мысли не ваши мысли». Иисус мыслил категориями Бога. Он сказал «Я ничего не делаю не в виде Отца Творящего». На каком основании мы принимаем наши решения? Мы люди, которые говорим «Мы дети Божьи? Я Сын Божий? Я дочь Царя, Сын Царя?» Но на каком основании мы принимаем наши решения? На основании небесном или все-таки на основании земной? Все, включая говорящие. Давайте подумаем евреям евреям евреям. Восьмая глава 10 и 11 стихи. Вот завет это Бог говорит через пророков. Вот завет который я завещу Дому Израилевым после тех дней говорит Господь. Вложу законы мои и в мысли их слышите? Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах и буду их Богом а они будут мне народом. Дальше очень важный момент. И не будет каждый учить ближнего своего и каждый брата своего говоря «Познай Господа». Потому что все от малого до большого будут знать Меня. Очень важный момент что когда Бог напишет на наших сердцах законы Вы верите что у Иисуса на сердце были написаны законы Божьи? Да или нет? Да. То есть мысли Его были в соответствии с этими законами. Вы же помните источник жизни нержан сердце он же не мозги где написано «береги мозги свои и источник жизни» Нет написано «береги сердце свое». И там написаны законы То есть источник жизни есть закон Божий Зная Бога мы сможем поступать так как говорит нам закон написанный на скрижах нашего сердца потому что мы знаем Бога лично Лично Луки 9 глава 51 стиха Очень интересный момент ярко характеризующий наши взаимоотношения с Богом как мы его видим и как он видит нас и как он видит ситуацию «когда же пробежались дни взятия его имеется ввиду Иисуса от мира он восхотел идти в Иерусалим то есть вы понимаете иудеи то есть жители иудеи которые окружали Иерусалим хотели его убить и он это знал и ученики об этом знали но когда написано когда приближались дни что его должны приближать кто об этом знал что приближались дни ученики знали нет знал только он но он восхотел идти в Иерусалим это нормально с точки зрения земной нет а он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим и они пошли в соседнее селение самаритянское чтобы приготовить для него но там не приняли его потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим помните да был конфликт между самаритянами и иудеями то есть он посылает вестников он не просто там является в Иерусалим где хотят его убить и говорит вот он нет он посылает вестников предупредить что он идет но сначала посылает их к самаритянам кстати к тем же самаритянам которые до этого признали его мессией помните да историю женщины самаритяна и его там не принимают потому что он имел вид идущего в Иерусалим кто такой идущий в Иерусалим этот человек который в один из трех праздников Господних должен был прийти с любого конца где бы он ни жил в Иерусалим на поклонение Богу а самаритяне не принимали поклонение Богу в Иерусалим они выгонялись возле колодца яркого и они не могли принять у себя человека который шел в Иерусалим здесь решается судьба мира это Сын Божий который пришел каждого из вас спасти а вы его не принимаете почему потому что он идет в Иерусалим это очень мощное обличение они поступили так как поступают земные вот женщина так поступила как поступают в небес а эти поступили как земные видят он ученики вот смотрите следующее обличение ученики его Яков Иоанн Яков то есть его родной брат и Иоанн его родной самый любимый ученик подросток ну с подростка взятки гладки Яков тоже был меньше 18 сказали Господи хочешь они уже уверены их сила же уже появилась они же уже именем Иисуса там бесы помянуются они говорят хочешь мы скажем чтобы огонь сошел с неба и истребил их как Илья сделал три года прошло он три года рассказывал что такое Божья любовь нагорная проповедь любите врагов благословляйте проклинать они говорят мы сейчас огонь с неба сведем его земное эго должно было сказать Господи Боже мой три года и вот это вот они мне заявляют за два дня до смерти серьезно а он им говорит следующее он обратившись к ним просто запретил запретил и сказал не знаете какого вы духа ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие а спасать не хватило трех лет чтобы это понять и пошли в другое семение все вопрос решен а могли между прочим если его рядом не было они бы вот взяли он бы там остался возле очередного колодца а тут не приняли они бы сверли в огонь с неба реально ну потому что вот такой у них был подход земной а Иисус говорит вы не знаете какого вы духа и дальше продолжает Иисус рассказал а случилось что когда они были в пути некто сказал ему господи я пойду за тобой куда бы ты ни пошел как просто сказать я за Господом да куда угодно мы уже дослышали Петр так говорил да мы с вами так говорили что-то до сих пор мы не везде идем за Господа включая говорящего Иисус сказал ему лисицы имеют норы птицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову но по факту только что его из одного селения выгнали а во втором походу пока еще тоже на слеге не дали а другому он сказал следуй за мной зачем он сказал следуй за мной что у него было лицеприятие я этого не взял а этого взял он ему сказал хочешь за мной пошли только имеем ввиду что нет ну нигде голову приложи ничего не то о сегодняшнем дне заботимся и все тот сказал Господи позволь мне прежде пойди и похоронить отца моего Иисус ему говорит предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благогресс в царстве Божьем большое преткновение это место для многих как это что жило у него отец умер он ему не даст похоронить нужно все бросить и бежать за Иисусом историю нужно знать но если не знаете я вам расскажу похоронить отца это значит что уже со смерти его прошел год и он уже отлежал закутанный в смирну прогнила вся его плоть остались одни кости значит плакавшицы уже омнули кости теперь перед его покреплением в склеп просто нужно было чтобы пришли родственники и на этом мероприятии поприсутствовали это называлось похорон по тем временам и он говорит это же мертвые мы с вами помните говорили об этом о новашней группе как относились евреи к мертвецам из права пришел в права ушел то есть души нету в человеке и все уже что там дальше с ним не имеет значения и он говорит мертвым позволь хоронить своих мертвых а ты следует в левеспо царство не место а еще другой сказал ему я пойду за тобой господи но прежде позволь мне проститься с домашними своими он ему говорит фразу которую нам земным очень тяжело переварить он говорит никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для царствия божия что это значит что если я берусь за плуг моя цель где конец поля интересно мне то что происходит сзади нет я должен взяться за плуг смотреть вперед и управлять валом который будет борозду там этим плугом дел вы поняли что я в сельском хозяйстве большая профессия но тем не менее получается что даже если человек взялся за плуг и вдруг может не надо он уже неблагонадежен для царства небес а тут он говорит пошли с вами мне надо проститься помните вы помните что Петр прощался с своими близкими или Андрей или Филипп или может Иван нам земным очень тяжело понять Божьи мысли и только тогда мы будем понимать Божьи мысли когда мы действительно узнаем нашего Бога лично и вы знаете хорошая новость заключается в чем что каждый из нас знает Бога лично а плохая новость знаете какая не знаете я вам расскажу плохая новость что мы иногда не хотим его знать лично потому что когда мы хотим его знать лично он говорит следуй за мной но головы негде будет приложить он говорит позволь мертвым хранить своих мертвых то есть ты не пойдешь со своей семьей на традиционные похороны гробов которые от кости твоего отца он говорит пойдем со мной и не прощайся со своими близкими потому что если ты предпочитаешь пойти и сейчас вот это традиционное свое сделать то тебе не по пути со мной я ведь традиционно мог бы сейчас остаться в Назарете там меня никто не трогал мне удавалось пройти сквозь толпу с вершины скалы и уйти чтобы меня не сбросили а я иду в Иерусалим чтобы меня взяли арестовали судили и распяли для земного мозга для земного мозга это просто непостижим это взрыв но Иисус говорит именно так будет Царство Небесное на каком основании мы принимаем наши чайки на основании наших земных тех как говорит наш наставник пастор на основании теологии личного опыта или все таки на основании библейских истин мы доверяем тому кто нас ведет как апостолы Богу на лодке или не доверяем мы все склонны принимать решения исходя из нашего личного опыта исходя из того как мы привыкли мыслить земными категориями и Бог хочет чтобы мы возрастали в Боге начиная мыслить его категориями сможем ли мы когда-нибудь окончательно мыслить его категориями вряд только может быть на небесах но он хочет чтобы мы старались мыслить его категориями тогда нам будет понятно то что непонятно сейчас такие вещи как например почему хлопа или лед с шерстью плести вместе нельзя я до сих пор не знаю но написано же нельзя вот Богу это мешает а я своим земным умом не могу понять Бог говорит не вари козленка в молоке матери своей да мне в жизни в голову такое прийти не могу почему он об этом сказал ему это мешает значит кто-то где-то это ради чего-то делал я например в жизни никогда бы мясо в молоке не варил бы тем более козленка в молоке его же матери ну взрыв мозга но Богу это мешает я не понимаю почему он это говорил но пока я не уподоблюсь в своем образе мышления его образу мышления я не смогу понять для чего он это говорил сегодня церкви которые главы церквей мега церквей в Америке которые говорят что они будут продолжать бороться за легализацию абортов это люди которые не понимают Божьего слова они не понимают того что Бог хочет для нас на месте лидеры церквей которые устраивают на месте похорон или на месте смерти этого самого Джорджа Ллойда купили крещение церкви вот эти вот это люди которые не знают сердца Бога и много кто сегодня не знает сердца Бога я вам хочу сказать последнее на чем я хочу восстановиться вчера один из моих друзей белорусского происхождения по стране исхода написал что священнослужитель который отмалчиваются сегодня и не призывают к осуждению зла в Беларуси это пустыш и я не мог не отреагировать на этот комментарий только потому что это мой друг я написал что мне тяжело судить о том что такое хорошо и что такое плохо там за тысячи километров отсюда то же самое как мне было тяжело судить об этом когда был конфликт в Украине оно сейчас продолжается то же самое как мне тяжело судить священнослужителей в Америке сегодня но я знаю одно осуждать зло мы обязаны но осуждать людей мы не имеем права я знаю еще одно что когда священник находится там и он не имеет четкого откровения именно от Бога потому что все пути которые Бог устраивает он и охраняет если у него нет четкого откровения от Бога что ему сейчас сделать что говорить и к чему призывать людей и он молчит это не значит что он занял позицию зла он не хочет уподобляться Петру но и пока не готов сказать я уподобился Богу потому что я мыслю его категориями у него нет откровения по этому поводу и мы не можем осуждать людей которым есть что терять как Петру если они сегодня молчат я не говорю что то что происходит в Беларуси хорошо или плохо я не защищаю никого ни ту ни другую сторону из воюющих но я знаю только одно что ни в одной мирной демонстрации в Беларуси не погиб ни один человек почему в чем разница мать Тереса в свое время сказала одну гениальную фразу она сказала если позовете меня участвовать в митинге против войны я не пойду но я с удовольствием приду участвовать в марше за мир чувствуйте разницу против войны или за мир я напомню что куда мы направляем свое внимание туда направляется наша энергия и там создается результат если я буду воевать против любое действие имеет равное по силе и противоположное по направлению противодействие если я буду призывать к миру то вернется ко мне что? мир поэтому наша задача должна быть мыслить мирно Иисус мог позвать регион ангелов еще раз говорю и он это подтвердил чтобы разобраться со всеми регионами римлян которые здесь были но он говорит вы не понимаете какого вы духа эти римляни вот если бы он просто вызвал регион ангелов да ни одного римляна в живых бы не осталось на территории Палестины ну тогда что не была Палестина это была земля Израиль не осталось бы ни одного но тогда не покаялся бы сотник который стоял у креста на котором висел мертвый человек которого все называли Сыном Божьем он сказал он воистину Сын Божий он бы не покаялся никогда Иисус пришел чтобы этот сотник потом страдал чтобы сотник покаялся и это есть небесное мышление и мы должны мыслить точно так же мы должны мыслить категориями которые для нас земных людей непонятны но они для Бога очень очевидны и чтобы понять как это происходит у нас есть Библия я хочу чтобы мы сейчас с вами молились о том чтобы Господь дал нам мудрости понимать что Он от нас хочет как Он хочет чтобы мы мыслили как Он хочет чтобы мы воспринимали Его действия как Он хочет чтобы мы воспринимали окружающие нас. Вот за это я хочу, чтобы мы с вами молились. Аминь. Давайте будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты через Слово Своё являешь нам волю Свою. Но то, что Ты, Господь, сверхъестественным путём через Слово Своё проникаешь до разделения Духа, Души и Тела, суставов и мозгов. То, что Ты, что Слово Твое по сей день является живым и действенным, Господь. Мы просим у Тебя, Господь. Нам не хватает мудрости. Ты сказал Слово Своему, если нам не хватает мудрости, мы хотим просить это у Тебя и получим, если не будем сомневаться, Господь. Я разрушаю сейчас любой дух сомнения во имя Иисуса Христа, который присутствует в нашей жизни. Который говорит вам, вы всё равно не поймёте, вы всё равно не сможете. У вас не получится. Да у ни у кого не получается. Я разрушаю все эти мысли в нашей голове. Я разрушаю действия Духа сомнений. Я разрушаю действия Духа страха. Я говорю, что Господь с нами. Господь с нами, и Он остановит любую бую, которая есть в нашей жизни. Он прикажет любым волнам утихнуть, любому ветру молкнуть во имя Иисуса. Он воскресит нас из любой ситуации, и мы, уверовав в Него, будем живы вечно. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты прямо сейчас высвобождаешь этот поток мудрости в наши сердца, чтобы мы могли отличить все мысли от лукавого, от Твоих мыслей, Господь. Чтобы мы могли воспринимать мир так, как Ты хочешь, чтобы мы его воспринимали. Чтобы мы, Господь, были действительно достойными детьми Твоими, Отец. Которые мыслят Твоим, как мыслил Христос Твоим. Господь, мы хотим, чтобы прославился Сын в нашей жизни. Чтобы все, как написано в Писании, взяли за полу одного иудея и сказали, мы пойдем с Тобой, потому что с Вами Бог. Мы хотим вот быть, как этот иудей, чтобы все видели с нами Бог. И мы провозглашаем это, принимаем это сейчас в согласии, связываем это здесь на земле, и это будет связано на небесах во имя Иисуса Христоса. Слава Тебе, Иисус! Я провозглашаю сейчас это благословение, потому что написано, что если мы будем провозглашать благословение Аарона на все общество Господнее, то имя Твое, Господь, будет на каждом из них. Я провозглашаю это сейчас, принимайте. И варехиха адонай ваишмелеха. И Иса адонай панавенеха. Я эр адонай панавенеха. Ваихунеха. Ваясен леха шалом. Бешен ешо машех. Мелеха мнахим. Адона адоним леулам вае. Амин. Аллилуйя. Шаббат шалом. Мыслите по-другому. И пусть Господь благословит нас, каждого из нас, на всех наших путях.